Мошенники новые, а методы старые. Они говорят о предстоящей денежной реформе, убеждая, что скоро деньги обесценятся, и их нужно срочно спасать. И первые, кому идут мошенники, это пенсионеры. 80-летняя Валентина Московская поверила в рассказ об очередной денежной реформе и горько пожалела. Александра Меличкина о том, как не стать жертвой аферистов. Вы хотите сохранить свои деньги? Я говорю, конечно, хочу. А у вас приличная сумма? Я говорю, ну на счету, на депозитии полтора миллиона. Эти деньги Валентина Михайловна копила больше 10 лет. На черный день. Только когда он действительно настал, никаких средств к существованию пенсионерка уже не видела. Только фиктивные документы да пустые обещания. Когда конверт один открыла, я газеты, бумажки, прям прессованные, как где-то штампуют. Я как глянула, а второй даже не стала открывать. На улице к Валентине Михайловне подошла незнакомка. Представилась корреспондентом одной из популярных телепрограмм. Показала какие-то документы. Пенсионерка больше ни о чем спрашивать не стала. Девушка рассказала, что грядет денежная реформа. И если не поторопиться с обменом старых денег на новые, то можно все потерять. Но она готова помочь. Только ей нужны документы и деньги. Остальное она сделает все сама. Когда до банка доходить, она на аллейку пошла. Я говорю, а что вы со мной это ходите? Она говорит, я сотрудник банка, меня все знают. Сняла деньги, вот эти 100 тысяч, там пенсию на мне еще приплюсовала. И в общем получилось 1 миллион 730 тысяч. Мошенница, пересчитав деньги, сказала, что ей нужно в банке их зарегистрировать. После она вернула пачку купюр Валентине Михайловне, сказав, что теперь она может быть спокойной. К денежной реформе она готова. Она мне эти пакеты отдала и говорит, никому не говори и не открывай, а то потом банк у нас не примет. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, то уже было поздно. Аферистке след простыл. Полиции Валентине Михайловне даже сказали, как эта махинация называется, кукла. В полиции нам сообщили, что подозреваемые по этому делу уже известны. Ведется их поиск. Марка и номер авто известны. Сейчас идет следствие. Остальные подробности дела разглашать не стали. Не зря пожилых людей часто сравнивают с детьми. Их очень легко обмануть. Однако юрист Бахтияр Голымжанов уверен, распознать таких аферистов проще простого. Если вас уверяет в предстоящей денежной реформе незнакомец на улице, и он готов спасти ваши деньги, то в этом случае следует обратиться в любой банк или в госорган. Только там можно получить официальную информацию. Конечно, если есть какие-то доказательства, свидетельская база, еще какие-либо доказательства, факты передачи денег, квитанции или еще что-то, все это надо предоставить сотрудникам. И, соответственно, если они помнят этих людей, составить фоторобот данных лиц, описание сделать и так далее, чтобы сотрудники полиции могли их разыскать. Если они представлялись какими-то именами, передать все данные. То есть здесь, конечно, большая работа будет зависеть именно от сотрудников органов внутренних дел. Как мы знаем, именно обращаться нужно по месту совершения преступления. То есть в тот РУВД, район управления внутренних дел, где по факту деньги были изъяты, предоставлены данными пенсионерами, этим мошенникам.